Легенды Крыма. Гибель Гирея. Старокрымская легенда. Золото и женщина – две гибели, которые ждут человека, когда в дело вмешается шайтан. Если высохла душа, даряблым стало тело, тогда золото. Если кипит еще кровь и не погас огонь во взоре, тогда женщина. Шайтан знает, как кому угодить, чтобы потом получше посмеяться. Казалось, не было на земле хана умнее Солгатского. Казалось, могущественный Аслан Гирей имел все, чтобы быть довольным. 103 жены и 200 наложниц, дворец из мрамора и парфира, сады и кофейни, бесчисленные табуны лошадей и отары овец. Чего еще было желать? Казалось так. Но по ночам приходил к Гирею кто-то и тревожил его мысль. Все есть, только мало золота. Откуда взять много золота? – спрашивал сам себя Гирей. И не спал до утра. И вот раз, когда пришли к нему Бекки, велел им созвать мудрецов со всего ханства. Не знали Бекки для чего, и каждый привел своего приятеля. Хотя бы он и не был мудрец. Средство хочу, – объявил хан, – чтобы камень золотом становился. Подумали Бекки и мудрецы. Помешался хан. Если бы можно было так сделать, давно бы люди сделали. Однако сказали. Воля по дешаха священна, дай срок. Через неделю попросили. Если можешь, подожди. А через две, когда открыли рот, чтобы просить нового срока, хан их прогнал. Умный был хан. Пойду сам поискать в народе мудреца, решил он. Бекки отговаривали. Не следует хану ходить на рот. Мало ли что может случиться. Может услыхать хан такое, чего не должно слышать благородное ухо. Все же пойду. Оделся дервишем и пошел. Правду сказали Бекки. Много обидного услышал Герей и о себе, и о Бекках, пока бродил по солгатским базарам и кофейням. Говорили и о последней его затее. Помешался хан. Из камня золото захотел сделать. А они добавляли. Позвал бы нашего Кемиль Джинджи. Может быть, что и вышло. А где живет Кемиль Джинджи? И хан пошел к колдуну. Рассказал ему, чего хочет. Долго молчал Джинджи. Ну что же. Трудно будет. Если все сделаешь, как скажу, может и выйдет. Сделаю. И хан поклялся великою клятвою. Да слабеют все три печени, если не сделаю так. И повторил. Учиталак Бошалсун. Тогда сели в арбу и поехали. Восемь дней ехали. На девятый подъехали к Керченской горе. Теперь пойдем. Шли в гору, пока не стало расти тень. А когда остановились, Джинджи начал читать заклинания. На девятом слове открылся камень и покатился в глубину. А за ним две змеи. Шипя ушли в подземный ход. Светилась чешуя змей лунным светом. И увидел хан по стенам подземелья, Ногих людей, пляшущих козлиный танец. Теперь уже близко. Повторяй за мной. Хель-Хала-Халь. И как только хан повторил эти слова, Упали впереди железные ворота. И хан вошел в другой мир. Раздвинулись стены подземелья. Бриллиантами заискрылись серебряные потолки. Стоял хан на груди червонцев. И целые тучи их неслись мимо него. Поднялся из земли золотой камень. Кругом засклись рубиновые огни. И среди них хан увидел девушку, Которая лежала на листе лотоса. Завыла черная собака. Вздрогнул Джинджи. Не смотри на нее. Но хан смотрел зачарованный. Потускнели для него бриллианты. Грубой медью казалось золото. Ничтожными все сокровища мира. Не слышал Гирея ее голоса. Но в душе у него пела. Пела песен нежную, Как аромат цветущего винограда. Скорей возьми у ног ее ветку. Бросился к ней муд Джинджи. И все богатства мира в твоих руках. Поднялась сложа царевна. Аслан Гирей не омрачить своей памяти, Похитив у девушки ее чары. Он был храбр, чтобы прийти. И придя, он полюбил меня. И он останется со мной. Потянулись уста царевны настречу хану. Заколебался воздух. Полетели золотые искры. Вынесли Джинджи из недр Керченской горы. И перебросили его на Солгатский базар. Окружили его люди. Слышал? Пропал наш хан, говорили ему. Жаль нас Арслан Гирея. Но Джинджи тихо покачал головой. Не жалейте Гирея. Он нашел больше, чем искал. Пояснение к старокрымской легенде гибель Гирея. Династия Гиреев утвердилась в первой половине 15 века. По выделению крымского юрта в особое ханство. Аслан Гирей, или Аслан Лев, правил ханством всего около двух лет. Около 1744 года. Рукопись Мурзы Мурата Аргинского говорит о нем. Зная, что кто лишит жизни одного человека, все равно как бы лишил всех. Воздержался, насколько мог уничтожить тварь Божию. В Бахчисарае, на ханском кладбище, имеется памятник следующей надписью. Он, Бог, всегда жив и вечен. Мудрый Ассав, он был в делах военных, лихой наездник. На поле брани геройством превосходил весь род чингисов. Сам Марс жаждал острия меча его, упитанного кровью. Возможно ли сравнить мужество его с храбростью Неремана? Грозный вид его убивал современных ему тигров, раньше, чем они величественно, как лев, вступали на поле брани. Но покорствуя священному глазу, вернись, он скончался. Пусть мир облечется в траур и раздерет ворот своего кафтана. Поэт Хивзи прекрасным алмазным полустишем изобразил его хронограмму. Рай. Воздаяние Аслангирею Хану. 1767 год. Джин-Джи. Духовидец. Волшебник. Учталак Бож Олсунь. То есть, доскудеют все три моих печени. В смысле, долишусь возможности жен и детей. Сказать вслух это великое заклятие, у крымских татар достаточный повод для развода. Недавно в Атузах был такой случай. Дядя одного татарина заехал к племяннику и не застал дома жены. Она была у матери, с которой дядя был в ссоре. Племянник сказал, что пошлет за женой. Дядя улыбнулся и выразил сомнение, чтобы она приехала, так как мать едва ли отпустит, узнав, что в гостях дядя. Так и случилось. Молодая женщина не вернулась домой даже тогда, когда того потребовал от нее лично муж. И вот вскипев, молодой человек произнес громко приведенное заклятие. Молодая женщина сочла себя обесчищенной и потребовала немедленного развода. Когда затем, через несколько времени, молодые люди, любившие друг друга, одумались, они решили опять пожениться. Но для этого потребовалось совершить весьма сложную процедуру. А именно, женщина должна была выйти на одну ночь замуж за договоренного для того какого-то бедняка и затем, получив развод путем произнесения того же заклятия, вышла замуж за первого мужа. Легенда о гибели Гирея связана с теми сведениями о катакомбах богатствах Керчи, которые, несомненно, давно были известны населению Крыма. Субтитры подогнал «Симон»!